Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Я приветствую прямо-таки вас из-под пухового одеяла, поэтому звук должен быть очень-очень хорошим. Те, кто сами блогеры, те, кто имеют свои каналы, поняли, о чем я говорю. Это видео мне захотелось начать, показав вам семью, в которой четверо-четверо детей и оба родителя прекрасно выглядят. И также мне бы хотелось показать, продолжая тему будней-будней блогеров, о том, как я снимаю стритстайл. Очень часто людей так много на улице, что ты на самом деле не можешь выхватить своего стритстайлера, потому что кто-то так или иначе постоянно пересекает тебе траекторию съемки. Именно по этой причине я очень часто рассказываю вам о том, что я вижу, но что я не успеваю заснять, либо так или иначе мне приходится браковать кадр, потому что если я покажу, очень многие даже не поймут, что конкретно я снимала и что конкретно я хотела показать. Но это видео, это снова некая компиляция тех стритстайлеров, которых вы наверняка уже видели, в особенности, если вы не пропускаете ни одного выпуска стритстайла, стритстайла с улиц итальянских разных городов, просто потому что мне, как любому блогеру, очень часто приходится полностью обнулять, полностью расслаблять свою базу, свой компьютер, потому что иначе невозможно работать, память компьютера не выдерживает, и ты сама уже не понимаешь, что у тебя и где у тебя, потому что все трехсекундные, четырехсекундные кусочки путаются между собой. Это зимний стритстайл, и здесь, помимо критерия, что образы должны быть красивыми, я постаралась подобрать такие компоновки, которые вы легко сможете повторить, в особенности, если вы также смотрите обзоры моих витрин, где я часто рассказываю о правиле сочетания не более трех цветов в одном ансамбле, как, например, в этом образе. Когда я рассказываю о пропорциях, когда я уделяю особое внимание, что в особенности популярно, что в особенности комплементарно, что для мужчин, что для женщин, как, например, в этом случае бежевое пальто. Будет большое количество кроссбегов, потому что для меня это стилистическое открытие. Вот конкретно этого сезона я никогда не задумывалась и не обращала внимания, насколько украшают женский силуэт сумка, которая носится через плечо. Ремень может быть любым. Я включила достаточно большое количество жилетов, потому что они оказались очень и очень универсальны. Их можно носить поверх верхней одежды. Я включила большое количество мужского стритстайла. Это прежде всего пальто, потому что пальто украшает не только женщину, но и мужчину. Большое количество шуб будет также, где, на мой взгляд, основными являются как раз-таки брюки, зауженные, подвернутые по возможности, а также обувь типа челси, либо самые обычные спортивные кроссовки, на мой взгляд. Сейчас это то, что делает любую шубу современной и модной верхней одеждой. Вы все увидите сами. Сейчас я умолкаю, на этом с вами прощаюсь. И в этом видео, в том числе, желаю вам найти огромное-огромное количество идей для вдохновения, потому что, повторюсь, все эти образы подобраны прежде всего в силу того, что они очень и очень просты, их очень и очень легко повторить. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok